Добрый вечер, дорогие друзья! Поздравляю вас всех с новым газовым контрактом! Молдова теперь может спокойно выдохнуть углекислым газом и вдохнуть полной грудью запах метана. Все-таки наш вице-премьер Андрей Спыну взял из МОРа Алексея Миллера и подписал контракт с Газпромом на 5 лет. Все, не нужен нам теперь этот польский газ, говорим ему пше, пше отсюда! И Украине с Румынией мы возвращаем то, что одолжили, обратно газ задуем в их газовое хранилище. Пусть вычеркнут нас оттуда и свои тетрадочки должников. И у нас будет только российский газ. И вроде бы все хорошо, но есть одно НО. Сколько мы будем с вами платить за использование газа? Ведь, как говорит сам Андрей Спыну, согласованная формула расчета цены не может быть обнародована в силу коммерческой тайны. Наверное, это настолько тайно, что даже Андрей Спыну сам понятия не имеет, что это за формула, где ее искать, как ее посчитать. Как говорится, никогда не спрашиваем мужчину, сколько он зарабатывает, женщину, сколько ей лет, а нашего вице-премьера, сколько стоит газ. Фотографии недели, даже месяца, да что уж тут, ближайших пяти лет стал вот этот снимок. На фото господа Миллер и Спыну после подписания контракта с Газпромом. Они, вы видите, жмут друг другу руки, улыбаются. Спыну счастлив, что наконец-то поедет домой. Миллер счастлив, что Спыну наконец-то поедет домой. Иделия. Эта фотография, она разошлась по интернету, породила много мемов, даже привлекла внимание человека, известного в узких кругах, как специалист по невербальному общению. И чуть менее известного по своему роду деятельности министра здравоохранения нашей страны. Алла Немиренко, ее зовут, кто вдруг не помнил и кому вообще эта информация была не нужна. Так вот, Алла Немиренко прокомментировала данный снимок. Вот что она сказала. Если строго по общению и невербальному языку, из того, что я когда-то преподавала, при рукопожатии рука Андрея Спыну находится сверху, то есть он имел превосходство. Может это связано с тем, что Андрей Спыну просто выше, но я не специалист, откуда мне знать. Продолжим. Миллер сильно сжимает руку, пальцы очень напряжены, что указывает на то, что он хочет подчеркнуть свою силу. Хотя на переговорах у него не получилось быть таким. Ну да, ну да, это ведь из-за слабости Миллера мы подписали договор на таких условиях, что их даже боятся обнародовать. Страшно представить, что было бы с договором, если Миллер был бы сильным. Мы бы платили за российский газ, как за польский, голландский и азербайджанский вместе взятые. Дальше Немиренко пишет. Папку Андрея Спыну держит близко к телу, как трофей, который ему очень важен. Миллер папку держит на расстоянии. Ну понятно, почему Андрей Спыну держит папку именно так, ведь не дай бог кто-то увидит цифры в договоре. А вот Али Немиренко с ее способностями надо быть не министром здравоохранения. Мы об этом и раньше говорили, никакой она не министр здравоохранения. Ей надо сниматься в известных сериалах. И раз у нее так хорошо получается читать язык тела, то мы решили выслать ей парочку фотографий и попросили прокомментировать. Мы получили ответы и из этого сделали специальную рубрику. Язык тела с Аллой Немиренко. Приветики, мои дорогие! На этой неделе я получила кучу фотографий различных частей тела с просьбами проанализировать этот невербальный язык. Я выбрала самые горячие фотографии и прямо сейчас я вам их покажу. На этом фото Дерек Хоган жмет руку Майи Санду, так как по внешности перепутал ее с мужчиной. Рука находится в более высоком положении. Это означает, что он имеет превосходство над человеком. Также стоит отметить одежду Майи Санду. Она подобрала кофточку победнее, чтобы вызвать жалость, и Америка дала побольше денег. По взгляду Игоря Гроссу видно, что он улыбается. Маска на лице специально прикрывает улыбку, так как в этот момент господин Гроссу говорит предвыборные обещания. По растопыренным пальцам могу с уверенностью сказать, что его маникюр еще не высох. А на этой фотографии Ион Чиван явно показывает, что это всего первый его срок на посту Примара. Напряженные черты лица говорят о том, что его злят какие-то черты. А это моя любимая фотография. То, как эти люди смотрят друг на друга, говорит о большой любви, братской любви. Ведь все знают, что все румыны – братья. Рука Дарина нежно придерживает спину Михая. Это говорит о том, что он хочет заняться страстным унионизмом. А на этом фото человек находится в закрытой позе, что неудивительно в закрытой стране. Судя по расположению глаз всех людей на фото, они боятся смотреть в объектив. Выражение лица Путина говорит о том, что он держит ситуацию под контролем. А выражение лица второго человека говорит о том, что это фотошоп. На этом все, мои дорогие. И помните, перед тем, как сфотографироваться, подумайте дважды. Ведь я все вижу. Чао! Ни для кого не секрет, как в нашей стране делают все возможное, чтобы люди могли беспрепятственно вакцинироваться. Пунктов вакцинации становится все больше, и это места, которые люди чаще все посещают. Троллейбусы, торговые центры, супермаркеты. Но этого недостаточно, подумали наши власти. Ведь есть еще одна территория, на которой люди бывают ну прям постоянно. Это улица. Это фото, опубликованное депутатом ПАС Раду Марианом, вызвало много негативных комментариев. Ну, во-первых, из-за того, что прививка сделана в антисанитарных условиях. Ну, конечно, прям на улице. Ладно, если бы как в старые добрые времена, в подъезде на втором этаже, и все бы все поняли. А так? А так непонятно. Но господин Мариан заявил, что так, видите ли, делают в Америке. Он видел это в документальном кино. И чтобы не быть голословным, он показал отрывок из этого кино. Я начинаю неметь. Ох уж, эта Америка там даже против воли граждан вакцинирует. У нас еще люди жалуются на то, что нас просят. А там никто никого не спрашивает. Но это не единственное фото, которое опубликовала Раду Мариан. Есть еще одно. Не повезло женщине. Села просто в маршрутку до Кишинева, почувствовала толчок в плечо. Ну, подумала, ну, кто-то деньги хочет за проезд передать. А тут бац и астрозанека. Причем сделал прививку не медработник, а полицейский. Его выдала форма. И то, что он после укола подкинул шприц женщине в карман со словами Вот она, вот она, наркобаронша. Ловите ее. И все ничего, но этот полицейский допустил фатальную ошибку. Он не надел перчатки. Конечно, он привык, что перчатки одевают только те, кого он ловит. Но не спешите ругать этого человека. Это же полицейский. А наши полицейские никогда не берут взятки, поэтому он чист на руку. Все они такие чистенькие. Все нормально. А вот другой человек, которого попросили увеличить число вакцинированных собственными руками, это председатель парламента Игорь Гроссу. Вот ему бы я советовал все-таки перчатки-то одеть. Ему бы я посоветовал. Ну, вот так выглядел Гроссу и простые люди. Смотрит, как спикер, на новые ворота. Эти ворота сначала ему не открыли из-за синего жилета. Подумали, ну опять эти ДПМ предвыборную компанию свою начинают. Сейчас Сережа Сырбу попросит на мотоблоке покататься. И уедет. И вернет его. Потом присмотрелись, поняли, так это же Игорь Гроссу. Галя, закрывай, ставь, не тащи вилы, прячь детей в погреб. Скорее всего, так они отреагировали. Но все-таки один человек открыл ворота Игорю Гроссу. Вот фотография. Стоит мужик, держится за плечо. Ну, господин Гросс его не вакцинировал. Он просто ударил его в плечо, потому что тот стоял без маски. А у Аминь будет такой халат, если не потерпит. Поэтому, друзья, во избежание травм, ходите, пожалуйста, в масках. Потому что наш спикер может прятаться где угодно и выскочит на вас. Но на самом деле, вообще, это хорошо, что наши политики продвигают вакцинацию. Так что вакцинируйтесь, пока это еще делается на добровольной основе. А то скоро, может быть, все гораздо хуже. Вы когда-то задумывались, как можно работать меньше, но зарабатывать больше? Мы знаем ответ на этот вопрос. Никак. Никак, если вы не тиктокер. Эта социальная сеть очень быстро ворвалась в наши жизни, в наши телефоны и заполнила их огромным количеством контента. Пусть на мой вкус и не очень качественного контента. Но, тем не менее, аудитория у этой соцсети огромная. А где большая аудитория, там и большие деньги. Вот, к примеру, в Украине появилась вакансия. Тикток-специалист с зарплатой около тысячи долларов. То есть, тысячу долларов человеку будут платить за это? За это? Тысяча долларов за вот это, да? Мир действительно сошел с ума, а не только президент США. Но если подразумевается, что тысяча долларов будут давать человеку, который должен смотреть все эти ролики, то это слишком мало. И поскольку мы любим и уважаем своих зрителей и ценим их нервную систему, мы взяли весь удар на себя и посмотрели, что творится в молдавском сегменте тиктока и сделали для вас специальную подборку в нашей рубрике «Нарок тикток». Хэллоуин прошел, а значит настала пора рассказать о тех, кто наводит страх даже без костюмов. О молдавских тиктокерах. Зимой холодно даже в тиктоке, поэтому люди начали утеплять не только дома, но и ногти. Наверное, на царь ноготь еще никто не выкрашивал больше 200 слоев. Я буду первой, погнали. Такой уже тяжеловастенький. Последних два слоя. И вот результат. Такой пухлячок у нас получился. В молдавском тиктоке также обсуждают и серьезные политические темы. Правда, делают это в своем стиле. Сериал «Игра в кальмара» стал настолько популярным, что в Молдове появилась его адаптация. Инновации. В молдавском тиктоке нашли действительно эффективный метод интернет-цензуры. Чтобы вернуть диаспору в Молдову, у нас решили улучшить условия труда. И вот первые результаты. Серег, как тебе вообще работа? Слушай, нравится. Мне нравится, что чистенько, приятно, вообще классно. Условия нормальные? Да, условия вообще классные. Ну, работаешь себе. Ну, мне нравится, понимаешь, здесь как бы, ну, комфортно работать. Вообще комфортно. Мне нравится, что за этим помещением... Убирают, убирают часто. Убирают, убирают часто. Здесь такая чистота, просто идеально. Что голова чешется. На этом все. И помните, легко зайти в тикток, трудно из него выйти. Поэтому лучше смотрите нашу рубрику, где мы выбираем для вас достойнейшее и застойнейшего. И экономим ваше время. Нарок тикток. Думаю, у всех бывали такие дни, когда нужно ехать на работу, а отставать с дивана не очень хочется. Ну, каждый день такое бывает. И бороться с этой проблемой, казалось бы, невозможно. Но для некоторых умельцев из города Сочи нет ничего невозможного. И они показали, как можно доехать на работу, не вставая с дивана. Будем ждать продажи таких диванов в магазине на диване. Согласитесь, удобно. Всю ночь переключаешь передачи на пульте телевизора. А утром переключил передачу на диване. И поехал в офис. Все. Я, кстати, тоже на диване приехал. Удобно. Удобно. Представьте, выходите вы из дома в селе, а тут к вам на диване весь парламент подъехал со шприцами, с руками, без перчаток. Это не единственный минус у этой схемы, да еще и у этого дивана, у этой конструкции. Потому что у нее нет ремней безопасности. И вот этих самых водителей оштрафовали именно за это нарушение. Мне кажется, кроме ремней, там не хватает еще руля, огнетушителя и подушек безопасности, как минимум. Ну, там были обычные подушки, но я думаю, это немного не то. Да, и колесики-то были не на зимней резине. Может, поэтому транспортное средство и было изъято у автодивана любителей. Но думаю, это их не остановит и уже завтра на дорогах Сочи будет ездить кровать на колесах, ванна на колесах или, не дай бог, унитаз. Хотя последнее очень даже практично. К примеру, таким образом время в пробке на Измайловской можно провести с пользой. Незаметно практически. А если вдруг пропустил свой поворот, можно смело говорить, что ты его профукал. На этом все, дорогие друзья. Не профукайте свой поворот на бочок, ложитесь спать и не забудьте перед этим поставить свой диван на ручник, а то укатитесь к соседям. Хотя, тоже хорошая программа. И не будьте поводом для плохих новостей. Пока-пока. Дима, а почему вы в передаче ничего про шериф не сказали? А что тут говорить? Что говорить? Тотальное уничтожение! Наши красавчики победили по делу. Да ты чего? Они проиграли 3-1 интеру. Ну, значит так, для меня именно последний гол считается победным. Мы забили последним, значит мы и выиграли. Все. Да, ты что, деньги что ли на них поставил? Да, блин.